Ну плюс еще не утихают бунты жен мобилизованных, да, и плюс есть информация о том, что на самом фронте зэки есть конфликт между заключенными, которые служат, и другими орками, которые воюют, и это все вкупе может, вот есть уже Юлия Навальна, вот это вот все, как думаете, может оно всколыхнуть? И, возможно, у вас есть какая-то информация, действительно, что происходит между зэками и другими оккупантами, возможно, у вас есть информация, конфликты вот эти и так далее, к чему они приводят? Ну, понимаете, в чем дело, конечно, армия есть тому уже, ну, тысяча свидетельств, армия превратилась как раз в армию зэков, поскольку зэков, во-первых, очень много, больше 150 тысяч было завербовано, да, из них очень большая часть погибла. Или раненые и уже не вернулись на поле боя, ну, это просто их много, и они же там, собственно, присутствовали. И, конечно, тюремная культура, которая, в принципе, сопровождает российскую жизнь, российскую ментальность, она, конечно, очень сильная. И тут получилось так, что если в бочку сметаны добавить ложку говна, у нас не получится бочки сметаны, получится бочка говна. Тем более, что и это была не сметана, начнем с этого, да, потому что муабики тоже те еще, все-таки представители не самых, так сказать, изысканных кругов. Поэтому мы с вами видим и с украинской стороны, и с российской стороны, что вообще происходит на фронте, насколько это все скотство, да, не имеющие никакого отношения к армии. Вот к армии просто как таковой, как бы не относиться, да. Ну, какие такие международные конвенции? Ну, какая такая офицерская честь? Ну, о чем вы говорите? Это, конечно, это сброд. Это сброд, очень опасный. И, к сожалению, Россия будет еще очень долго расхлебывать последствия того, что сброд назначили теперь образцом для подражания. Это все очень плохо кончится. Зэкам дали в руки оружие, зэкам дали звание лучших людей нашего района. Из зэков, как говорил Путин на своем федеральном послании, будут лепить новую элиту, по крайней мере, обещают вот это все из героев. Попрано право, попрано решение суда, попрано права потерпевших, которых не спрашивают, их мнение, да. Попрано все. Разорвана связь между преступлением и наказанием. И вот эти вещи, они ничуть не легче, чем убийство, потому что это отложенные убийства. Это в будущем отложенные убийства. Это потенциальная, потенциально огромная опасность, которая не кончится. А главное, что с ними делать? Собрать их в одном месте и убить потом? Зачем ты отличаешься от них? То есть вот что с ними делать-то дальше? Что делать дальше с поколениями, которые вырастут на безнаказанности, вседозволенности? Что с этим делать? Но это уже наша главная боль и боль Юлии Навальней. Субтитры создавал DimaTorzok